Как изменился Узбекистан за эти годы? Узбекистан был закрытой страной, потому что на въезде в страну был персональный досмотр. Совершенно другой была система денег, был черный рынок валюты, все было за наличные вот такими сумками денег. Сейчас страна меняется каждый день. Изменились абсолютно все сферы туристического обслуживания. Просто небо и земля. К сожалению, развитие Узбекистана привело к повышению цен. В моих авторских турах наши гости никогда не сталкиваются ни с какими заботами, ни с какими проблемами. Нам 10 лет. Да-да-да, сегодня студия авторских путешествий Вайвай празднует свое десятилетие. Представляете, это значит, что уже 10 лет в разных соцсетях, в своих блогах я рассказываю про Узбекистан. За это время мы показали страну нескольким тысячам гостей. Ровно 10 лет назад, в этот день, я объявила анонс своего первого тура. И тогда я даже представить себе не могла, что наступит день, когда я буду многотысячной аудитории рассказывать о том, что нам уже столько лет. Первый большой юбилей. И сегодня я хочу вам рассказать, как изменился Узбекистан за эти годы. Узбекистан — это наше главное направление. За 10 лет у нас появились и другие страны, куда мы делаем авторские туры. Но Узбекистан все равно остался нашим любимым и главным направлением. За это время я побывала во всех регионах страны, во всех основных городах. Видела очень многое и побывала даже в таких местах, куда обычному туристу даже в голову не придет заехать. И мне есть чем сравнить. Я очень хорошо помню, как это было 10 лет назад. И вижу, как это стало сейчас. Если уж говорить откровенно, за 10 лет Узбекистан изменился на 180 градусов. Как будто бы две совершенно разные страны. Все дело в том, что до 2017 года Узбекистан был закрытой страной. У них не было никаких санкций. Они сами выбрали такой путь. В этом были и минусы, и плюсы. А на сегодняшний день Узбекистан — это одна из самых развивающихся стран в мире. В 2019 году Узбекистан был на первом месте в мире по темпам экономического роста. Им тогда пандемия помешала. Я даже представить не могу, где бы они были бы сейчас, если бы не пандемия. Сейчас страна меняется каждый день. В буквальном смысле слова. Действительно, каждый день. Но вспомним, как это было раньше. Те, кто был в Узбекистане до 2017 года, поверьте, если вы приедете сейчас, вы увидите совершенно другую страну. Те, кто приезжают сейчас, очень часто попадаются в ловушку, потому что они в интернете читают отзывы людей, которые были там тогда. С рекомендациями, которые были тогда. А на сегодня это уже все не работает. Я знаю, у меня на канале много подписчиков из Узбекистана. Вот расскажите в комментариях, как изменился Узбекистан за 10 лет. О некоторых моментах я расскажу вам сейчас. Например, до 2017 года таможенный контроль при въезде в Узбекистан занимал несколько часов. Я приезжала в аэропорт с автобусом для того, чтобы встретить группу, и мы ждали по 2, 3, а то и 4 часа. Потому что на въезде в страну был персональный досмотр. И ладно, как в Ташкенте просто просвечивали багаж. В некоторых городах прям вручную открывали чемоданы и проверяли содержимое. И пока всю группу дождешься, проходило несколько часов. Совершенно другой была система денег. До 2017 года в Узбекистане был черный рынок валюты с курсом долларов в два раза превышающий государственный. А при этом 100 долларов это было 8 пачек денег. Вот поменяйте 100 долларов, вам дают стопку из пачек денег. Поменяйте 300, соответственно, вам нужен уже чемоданчик. Я помню, у меня были случаи, когда мне приходилось ездить по стране реально с чемоданом денег для того, чтобы оплачивать за своих гостей, за отели, рестораны, гиды и так далее. Потому что тогда еще безналичного расчета практически не было. Все было за наличные вот такими сумками денег. То есть обмен валютой это было отдельное шоу по приезду гостей. Сейчас уже с большим количеством наличных денег ездить по стране нет никакой необходимости. Во-первых, совершенно адекватно работают карты. Во-вторых, выпустили купюры с большей номинальной стоимостью. А что касается двойного курса, то его уже больше не существует. Еще в 2017 году в Узбекистане провели девальвацию, сравняли государственный курс с курсом черного рынка. И обмен валюты можно провести абсолютно в любом банке. Правда, во многих городах только не в выходные дни. И еще одна особенность, связанная с деньгами. В любом банке Узбекистана принимают рубли. Что очень удобно. То есть для россиян не нужно конвертировать деньги в доллары или в евро для того, чтобы приехать в эту страну. Можно приехать с рублями и совершенно спокойно поменять их в банке. Были разные правила, которые сейчас упразднены. Например, туристам было запрещено фотографировать очень многие объекты в стране. Одним из таких объектов были хлопковые поля. Стоило только автобусу с туристами остановиться возле хлопкового поля, мгновенно, неизвестно откуда, материализовывалась полиция с просьбой покинуть это место. А все потому, что когда-то давно какое-то западное издание приехало, сфотографировало в хлопковых полях студентов и школьников, убирающих урожай, и случился мировой скандал на тему того, что в Узбекистане используют рабский детский труд. Вопрос спорный, скажу честно. Ну, то есть, я, конечно же, не считаю, что школьников и студентов надо выгонять в поля, но также, с другой стороны, я считаю, что детей к труду надо приучать с детства. В этом ничего такого нет. Но я сейчас не об этом. я о том, что было это запрещено. Сейчас мои группы выбегают в хлопковые поля, фотографируются, обнимаются с этими коробочками, визжат от удовольствия, потому что действительно, как оказывается, очень многие никогда в жизни не видели, как растет хлопок. Вы видели когда-нибудь, как растет хлопок? На хлопковом кустарнике цветки разных цветов. Белые, желтые, розовые, пурпурные. А сама коробочка хлопка это не цветок, это уже плод цветка. За 10 лет в Узбекистане очень сильно поднялась туристическая инфраструктура. Построено огромное количество во всех городах прекрасных отелей. Появилось множество ресторанов, развлекательных центров, отреставрированы уникальные памятники. То есть с каждым днем становится все интереснее и интереснее. Единственный момент, это моя боль, это узбекские дороги. На самом деле это моя боль, потому что я очень люблю ездить между городами на автобусах. Почему? Потому что если вы едете из Бухары в Самарканд, ну как это не заехать в Гиждуван? Потому что если вы едете на поезде, вы не сможете заехать на маковые поля, сфотографироваться, вы не сможете побегать по хлопковым полям, вы не сможете заехать на огромный дынный базар, масштабы которого поражают любое воображение. На поезде это невозможно. Поэтому я люблю ездить с группами на автобусе, но с теми дорогами, которые в Узбекистане, часто приходится выбирать поезд. Тем самым я лишаю своих гостей небольших изюминок. Как я упомянула, между городами Узбекистана ходят поезда. Скоростные, качественные, современные поезда с очень хорошим сервисом. Если вам довелось в вашей поездке передвигаться между городами на поезде, уверенно вы оценили качество этих поездов. Правда, билеты на них купить, особенно групповые, тот еще квест. У нас, правда, еще ни разу не было, чтобы мы не купили, но я могу сказать одно, что абсолютно уверена, что те, кому удалось купить билеты на скоростные поезда через интернет, вам очень повезло. На сегодняшний день это очень непросто. Но если вы поедете с нами, эта головная боль с вас будет снята. Также в Узбекистане очень развиты внутренние авиаперелеты. И цена иногда на авиаперелет дешевле, чем на поезд. Так что при случае воспользуйтесь именно внутренними перелетами между городами. Особенно, если вы из Ташкента хотите посетить Каракалпакию, Ферганскую долину или Хорезм. Кстати, за авиаперелеты на сайте узбекских авиалиний совершенно спокойно можно оплачивать любыми российскими картами не только мир. В целом, с точки зрения гостеприимства в Узбекистане изменились абсолютно все сферы туристического обслуживания. Даже рестораны, даже гастрономическая составляющая тоже изменилась. Например, если 10 лет назад выпить приличный кофе, особенно не в Ташкенте, а в каком-либо другом городе, было целой проблемой, то на сегодняшний день кофейни, французские, итальянские с вкуснейшими десертами и свежайшим кофе вы можете встретить практически везде. Ну, а уж про рестораны я вообще молчу. Очень часто своим гостям, которые проехали уже Хиву, Бухару, Самарканд и приехали в Ташкент, говорю, если вы уже подустали от узбекской кухни, рекомендую сходить в японский ресторан и попробовать в Ташкенте суши. Да, вы не ослышались, я действительно рекомендую в Узбекистане попробовать суши, потому что, когда я это сделала первый раз, я была шокирована и до сих пор нахожусь в удивлении, потому что суши и роллы в Узбекистане невероятно свежайшие, тающие во рту и я вам скажу откровенно, по сравнению с теми, которые готовят в Москве, просто небо и земля. Поэтому, да, я рекомендую в Узбекистане зайти в японский ресторан. Тоже будете удивлены. К сожалению, развитие Узбекистана привело к повышению цен минимум в два раза. На некоторые позиции, например, на входные билеты на достопримечательности цена выросла в 20 раз. На что-то в два раза, на что-то в три раза. Узбекистан уже нельзя отнести к дешевому туризму. Это пока не мега дорогой туризм. Цены не как на Мальдивы, в Европу или в какую-то развитую страну, но это уже не дешевый туризм. В моих авторских турах наши гости никогда не сталкиваются ни с какими заботами, ни с какими проблемами. Во-первых, мы максимально информируем обо всех нюансах перед поездкой, или же берем на себя решение всех ваших забот. А еще одно изменение, которое произошло за эти 10 лет, которое меня лично очень радует, это индустрия моды. Смотрите, какая на мне прекрасная туничка. Она совершенно невесомая, из сеточки в любую жару она несет в себе прохладу. При этом расцветка под узбекские ткани. Если 10 лет назад выбор современной одежды из узбекских тканей был очень ограничен. Ну, практически только на базаре халатики одного фасона разных расцветок. На сегодняшний день глаза разбегаются. Новые дизайнеры появляются каждый день со своими новыми свежими идеями, с реализацией самых невероятных фантазий. То есть одними халатиками уже не обойтись. Мой продюсер уже который месяц говорит, Наташа, давай снимем ролик про наряды. Я говорю, снимем обязательно, потому что подписчики просят. Но каждый раз я прошу, давай перенесем на следующий раз, давай перенесем на следующий раз, потому что я понимаю, чтобы привести все наряды в студию, чтобы вам их показать, это мне три чемодана собирать придется. Так что любительницы чего-то особенного в одежке точно найдут себе что-нибудь интересное. Даже расскажу вам забавные случаи. Недавно, по-моему, уже пятый раз, одна из моих подруг приехала в Ташкент всего на два дня. И я ей говорю, Маша, ты вообще знаешь, что в Ташкенте открылись Зара, там всякие другие магазины, открылся большой торговый центр, Ташкент Сити Мол, поезжай. Она говорит, да ну нафиг, я туда не поеду. Почему? Удивилась я, потому что я была уверена, что она полетит туда пулей. Девушка любит одеваться. Нет, я поеду в узбекские бренды, мне это гораздо интереснее. Она действительно права, это действительно интереснее и, кстати, дешевле. Ровно 10 лет назад в этот день я сделала свой самый первый анонс первого тура по Узбекистану. Когда я туда приехала 10 лет назад, я была шокирована, потому что я не увидела города своего детства. Ташкент изменился кардинально. Я поняла, что города, в котором я выросла, больше не существует. Это нехорошо и неплохо. Страна развивается, город развивается. Мы меняемся. Мы же тоже меняемся. Любой город за это время изменился. И увидев то, каким стал Узбекистан тогда, я написала в своих блогах. Если вы хотите увидеть настоящий Узбекистан, вам нужно ехать прямо сейчас. Потому что туристическая машина уже завелась. И как в любой стране, произойдет ровно то же самое, что и везде. Туризм развивается, но этим самым он убивает аутентичность. Поэтому в каждом нашем туре мы стараемся вставить что-то такое, кто еще туризм не затронул. Но как только мы туда приходим, в следующий сезон кто-то у нас тырит идею, вставляет свои маршруты, проходит еще год, и это место перестает быть нетуристическим. А мы едем смотреть новые места, чтобы находить новые интересные открытия. Вот уже 10 лет я собираю уникальные туры по Узбекистану. Нахожу новые места, знакомлюсь с новыми людьми и показываю это нашим гостям. И очень часто перед тем, как пригласить гостей в то или иное место, я езжу в разведке для того, чтобы найти все самое вкусное, самое интересное, самое красивое, и самое впечатляющее. Об этом рассказываю на своем телеграм-канале, на который, я надеюсь, вы тоже уже подписаны. За эти 10 лет и наша студия авторских путешествий тоже изменилась. Ведь 10 лет назад я начинала одна, а сейчас команда расширилась, настало больше, и даже название поменялось. Теперь оно легко запоминаемое Вай-Вай. Я думаю, каждый из вас это название запомнит. И когда вы захотите поехать в Узбекистан, вы вспомните именно Вай-Вай, Наталья Тым.